Всем привет, с вами Евгений Соловьев. Помните, на канале выходило видео, где я свой, ну, почти штатный звук, да, с замененными динамиками, с замененными параметрией сравнивал с музыкой в Octavia, в которой был установлен DSP-процессор, усилитель, сабвуфер. И мне так понравилось, что там можно выставлять задержки, и за счет этого инструменты играют в какой-то конкретной точке, то есть я понимаю, откуда идет звук. А у меня все это как будто бы расплывается. И когда они делали как раз динамики, то показали вот такую коробочку. Это DSP-процессор Aura, 100-4 тысячи рублей. Я думаю, почему мне за 4 тысячи рублей, мне улучшить свой звук? Приехал я сюда, и дальше началось все интереснее и интереснее, потому что сегодня идет уже третий день, да, казалось бы, такая простая вещь, идет уже третий день установки. Да, почему нельзя просто взять коробочку, блин, накрутить и все, и как бы... Зачем это все оградить? Ну, а почему и как это было, сейчас вам все расскажем. Начнем с того, что такое DSP-процессор и зачем вам он вообще нужен. Мы делали сравнительный тест в другой Octavia, где была достаточно дорогая музыка, она стоила больше 100 тысяч рублей, еще там до всех подорожаний. И тогда я для себя услышал какие-то новые вещи. Например, в каких-то случаях там можно сцену выставить прямо перед собой. То есть вы сидите, и звук, вот вы понимаете, что он идет прямо спереди. А у меня он как-то все равно так или иначе расплывается, и нет такой четкости. И делается это с помощью DSP-процессора. Но, чтобы подключить его к штатной мультимедии, необходимо также ставить усилитель. К сожалению, по-другому не получится. Ну, либо альтернативные варианты, либо вы берете 1-диновую мультимедиу, вернее, магнитолу уже со встроенным DSP-процессором, либо какое-то устройство на базе Android. Вот здесь их достаточно много разных. В моем случае я хочу сохранить штатную мультимедиу, поэтому будем использовать такое решение. И как раз-таки разберемся, нужен DSP-процессор или не нужен. Какие мифы мы знаем про DSP? Ну, во-первых, многие думают, что он усиливает, либо улучшает как-то сигнал. Это все неправда. DSP-процессор, все, что он умеет делать, это вводить определенные задержки. То есть в данном случае получается у нас 24 полосы. Такой вот эквалайзер сможем настраивать. Не как только низкие, средние, высокие, а в большем диапазоне. Ну и в моем случае, конечно же, что-то даст усилитель. Возвращаемся в третий день. Вот это вот то, что многие воспринимают как мультимедиа. Собственно, это всего лишь экран от моей Octavia. А на самом деле мультимедиа выглядит следующим образом. Это вот такая вот однодиновая конструкция, которая находится в бардачке. Вот так она выглядит. В ней уже встроенный усилитель. Так вот, для того, чтобы подключить DSP-процессор, нужно его подключить между источником звука и усилителем. А это невозможно сделать, потому что все находится вот в этой вот коробочке. Что делать для того, чтобы подключить? Правильно, использовать внешние усилители. Ну давайте посмотрим, что в моем случае это означает. Потому что мне надо 6 каналов. У меня 2 твиттера, передние динамики и задние динамики. Скажите, Женя, почему ты вообще не хочешь поставить сабвуфер? Потому что не хочу. Хочу в багажнике, чтобы у меня всегда было место. Не хочу никаких проводов туда тянуть. Не хочу там никакие короба огородить. Но это моя индивидуальная. Мои индивидуальные, скажем так, пожелания, потребности. У вас может быть другое мнение. Я не против. Ну вот, чтобы мне реализовать то, что я хотел, то есть просто поставить DSP-процессор, мне нужно установить два вот таких вот усилителя. Один на 2 канала, другой на 4 канала. Весят они реально просто как кирпичи. Ну и самое главное, куда их ставить. Потому что под сидение вот этот усилитель не влезет. Никак вообще. И даже если влезет, все равно это с точки зрения польского опыта не очень здорово. Ну какая-то и вода может попадать. Там как-то убирать будут на мойке, еще что-то. В багажник, опять же, не хочу никаких короба. Не хочу никаких провода. Хочу, чтобы все было максимально по-штатному. Сейчас разобрана торпеда, можно посмотреть. В общем-то, в Октавии достаточно много места под торпеды. Но даже вот этот усилитель туда не поместится. Потому что просто он длинный. Плюс ко всему, здесь у нас должны торчать еще провода. Это еще несколько сантиметров. А у нас там место ограничивается всего 20 сантиметрами. То есть это оказалось, опять же, невозможно. И я уже думал поехать домой. Как пошли передохнуть перекурить, что называется. И Денис предложил следующее решение. Давай мы тебе разберем твою мультимедиу. Аккуратненько отпаяем штатные усилки. Туда ДСП заведем между ними. Но все это такое себе. То есть я хочу, во-первых, чтобы машину как можно меньше трогать со штатной точки зрения. А во-вторых, я не хочу, чтобы у меня какое-то терялось пространство жизненное, что называется. И тут Денис такой. О, слушай, у меня же там чего-то. Я для какого-то своего проекта покупаю какие-то усилители. Ну, расскажи. Мне пришла мысль. Я с Алиэкспресса себе заказывал всякие Д-классы усилители там под свои проекты. Короче, люблю это все. И у меня сейчас лежат 4 усилителя Д-класса. Два по 50 и два по 100. Я предложил, короче, взять вот эти вот Д-классы усилители. И мощность та же самая. Ставим ауру. Сделаем, ну, такую этажерочку небольшую. Поставим. Они компактные. То есть, вот такие вот небольшие. Мощность тоже невеликая, поэтому размеры очень оптимальны. Вот здесь, в общем, есть вот так вот свободное пространство. За бардачком. Справа от печки. И все. Мы туда ставим. ДСП ауру прячем сюда. И подключаем все это поканально, как и изначально задумывалось. Но остаемся при меньшей мощности. Больше не надо. И компактных размеров. И в салоне ничего торчать не будет. То есть, минимум переделок. И мы получаем возможность настройки нашей аудиосистемы. В итоге Денис принес из дома два варианта усилителя. Это усилители D-класса. Ну, простые. Куплены, грубо говоря, на Алиэкспресс. И он не удержался. И спаял сам усилители AB-класса. Специально для моей машины. Такие можно купить уже готовые. Опять же, достаточно недорого. На том же самом Алиэкспрессе. Но есть нюансы. Их нужно ждать. Сколько, сами понимаете, посылка идет. Может идти там пару месяцев. А нам, естественно, так долго этот процесс растягивать не хотелось. Поэтому, собственно, он сам все это дело и изготовил. Заказал в радиодеталях все, что нам надо, чтобы сделать усилитель. Такая вот печатная плата. Фольгированный текстолит. То есть сюда будем переводить схему усилителя. Я, думаю, потратил огромное количество времени, чтобы это все спаять, сделать, настроить. Так как это кастом ручной, плату, которую мы снимали на видео, она оказалась неудачной. Один канал плохо работает. Поэтому я переделал плату другую, сделал. Короче, в общем, ну, вот она вот так вот выглядит сейчас. Ну, тут опять я две вытравил и одну большую на оставшемся куске. То есть запаял, все проверил. Она работает замечательно. Вот Денис заготовил два варианта. Это усилитель D-класса от 12 вольт. В общем-то, он выдаст примерно столько же, сколько вот этот усилитель АБ-класса или усилитель, который штатный в моей мультимеди. В общем-то, эта мощность меня вполне себе устраивает. Давайте попробуем подключить этот, подключить этот, послушать разницу и понять, в общем-то, на каких компонентах будем собирать мой кастомный усилитель. Я уже разобрал бардачок, штатную бошку вытащил. Сейчас туда вот посредством вот таких вот пинов просто вставляем сюда колокольчики и включим, ну, с телефона просто тупо музыку. Да, уже будет понятно. Что, уже все послушал? Слушай, ну, а когда громко делаешь, оно степит, все. Что? Ну, у вас и . Ну, слышно, да, ограничение наступает. Так, мне тут больше нравится. Будем ставить вот этот кастомный усилитель, да. Ну, мне он тоже больше нравится, в принципе, и на слух, я думаю. То есть, этим будет запитываться этот четырехканальный усилитель. Ну, там, четыре канала по 20 ватт, он с 12 вольт, в принципе, где-то выдаст 15-20 ватт. На заведенной машине чуть побольше напряжение будет. И вот такой вот 73-77, который я сделал тоже. Ну, они оба. Это все вот так вот вырежется. То есть, вот он, вот такой вот маленький усилитель будет. Ну, вот этот вот большой. Это будет на ВЧ. То есть, я его вот только вчера параметры даже снимал. Он прям очень хорошо воспроизводит, слушал. Мне нравится звук именно на СЧВЧ. Хороший у него, в принципе, и басовый. То есть, если в ширину пустить, он свои там 12-15 ватт тоже выдаст. Ну, концепция такая. Четыре мидбаса запитываем, четыре двери. И вот это вот два ВЧ на передних дверях будут от него запитаны. И всего это будет управлять ДСП-процессор от Аура шестиканальный. Ну, в принципе, приступим к работе. ДСП-процессор от Аура шестиканальный. В чем был головняк в сие действия? В ВАГах, ну, в современных машинах, то есть, идут вот такие квадлоки. Не как в Hyundai Solaris, там, по-моему, резинка просто идет внутри провода. То есть, нам надо поканально подключить фронт. То есть, отдельно усилитель на мидбас, отдельно на твиттер. Провод-то здесь заложен один на два сразу. И здесь кроссовер стоит. А у нас будет уже без кроссовера. То есть, мы его... Пока сейчас я его подсоединю на время тестов. Ну, чтобы не сжечь пищалку, мало ли что. Нам надо протянуть второй провод. Вот, то есть, я его сюда уже вывел. То есть, будем здесь вот два пина больших, свободных есть. Здесь и здесь. То есть, с этой стороны и с этой стороны сейчас будем запаивать, запиновывать. Ну, то есть, чтобы дверь была разъемной. В случае чего, если надо снять, квадлок снял, дверь убрал. Все, то есть, будет работать. В общем-то, вот зеленый-красный провод. Вот в этом, вот так вот они выглядят. Видно? Сейчас. То есть, в этой отвертую часть мы будем запиновывать вот такие вот. Вот так вот. Вот так вот. Потащим, я провода припаял, вставил. Все, вот она теперь. Все, захочешь, берешь, снимаешь. Вот он, водлок. Все, провода все здесь. Пины, вон они. Все работает. Надо, снял. Мы вывели в каждую дверь провода. Так, это мы переделаем. То есть, отдельно под твиттер, отдельно под гнет-бас. То есть, две пары проводов. В левую, в правую. Собственно, сам ДСП-процессор будет жить вот здесь. Вот поскольку магнитола здесь, ну, просто экран, а основная часть в бардачке стоит, то его мы поселим здесь, за экраном. А то есть, усилитель уже туда. Не будем пихать все, что в одном месте стояло, разнесем вот так вот. То есть, проблем не будет. Будем делать не из дерева. Дерево получится тяжелое. Вот такой вот рекламный пластик. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, вот, собственно, это основная часть нашего кастомного усилителя. Все, ножки сделал. То есть, все, они стоят. Вот радиаторы прикрутил. То есть, все. Его можно вот так вот делать, ему ничего не будет. Все будет пробоваться. Вот этот вот угол не лезет. Представьте себе, представьте себе, угол там не лезет. Представьте себе, представьте себе, болгарка ее пилить. Да, придет сейчас колесо скидывать. Открывать арку, там, выпиливать уголок. И вот зачем он со мной такой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем еще у нас проблема? Так как башка штатная, она активируется, ну, то есть, по Кану. Снимаешь сигналки, она уже включает. То есть, кнопку нажал, она включилась. Не обязательно ключ, замок зажигания вставлять. Процессор, усилители, к сожалению, такого сигнала не поймут. Вариант есть, взять где-то, найти. Ну, то есть, по повороту ключа, то есть, ключа из зажигания, у тебя активируется торпеда, то есть, дополнительный прибор. Найти какой-нибудь 15-20 ампер предохранитель, то есть, это будет аксцесс. Но звук будет только при включенном зажигании. Не очень удобно. Я подумал взять вот такой ваговский Кан. То есть, он активирует андроид-магнитолы, которые ставят в ваге. Ну, ключ вставил, он активирует АЦЦ. То есть, магнитофон включил, звук будет. Заргут. Я надеюсь, что прошивка, которая в него залита, поймет, что происходит. Но это не точно. Есть контакт. Ну-ка, вырубай зажигание. Он висит, выдергивай ключ. Все, вот до этого момента, пока не выдернешь ключ, звук будет. Все. То есть, ставил, повернул и все. Он у тебя работает нормально. Он будет видеть ключ. Все, зашибись. Ну, давай расскажу. Так, ну, в принципе, вот я распаял. Это выхода, которые пойдут на динамике, то есть, на крышке будут крепиться. Это входные провода, то есть, это питание. Все уже намазал термопастой. К радиатору прикрутил. Все, он больше демонтироваться не будет. Ну, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. Собственно, здесь стоит именно на четыре двери четырехканальный усилитель TDA7850. Это, да, последняя разработка семикондуктор. Четыре канала по, что-то, 20-25 ватт, по-моему. Что-то такое. Работает на 2 ома. То есть, преимущество от всех остальных. Остальные работают только на 4 ома. Это можно подключать на эти динамики. У Аудисона, у других фирм есть двухомные динамики. Будет гораздо громче. На тестах, в принципе, с нее выжимались что-то в районе ватт 40, по-моему, на 2 ома. Вот. Поэтому цена-качество хорошая. Но греется собака-радиатор, как бы, большой. Вторая микросхема. Это старая, 73-77 лохматых годов разработок. То есть, она вообще четырехканальная. Но она мостом соединяешь, можно получить два канала. То есть, четыре канала по 6 ватт, два канала в районе 12-15 ватт. То есть, это пойдет на ВЧ динамики. Там сильно большой мощности не надо. Это с запасом больше, чем в два раза. Греться сильно не будет. Поэтому небольшой радиатор я уже проверял дома. Редактор субтитров А.Семкин Я вот как раз приехал. Ребята, сегодня уже много чего здесь сделали. И вижу вот такую вот красоту. На мой взгляд, вообще, практически произведение искусства. Я даже боюсь его трогать. Смотрите, все подписано. ВЧ, НЧС, Ч. Все в каких-то разъемах. Для меня это мало, о чем все говорит. За исключением того, что низкие и высокие частоты. А Денис, как творец этого произведения, можешь рассказать больше. Ну, собственно, я подписал. Но для того, чтобы другой человек, если мало ли залезет, то не я буду что-то делать, переделывать. Мало ли что. Чтобы ему было понятно, хотя бы, где что подключено. Подключено, да, где колокола, где выхода, на какие динамики. Ну, и, в принципе, где какой усилитель. Ну, вот такой вот силовой провод будет заходить плюс-минус. Здесь, соответственно, динамики. Здесь входа. Ну, и, собственно, вот так вот это внутри выглядит вентиляция. То есть он будет стоять вертикально. И поток воздуха будет там сверху. Место много. Воздуху есть куда заходить. Выходить. Здесь все хорошо. Ну, как бы внутри вот так вот смотришь, там куча проводов. Все вот так вот. Непонятно. Ну, и пришлось межблочник вдоль вот так вот отверстия, то есть по верхней планке провести до этого усилителя. То есть отсюда подальше от элементов питания. Ну, такие, где можно поймать наводку, так скажем. Даже внутри этого корпуса. Ну, так, в принципе, я уже примерял. Он немножко покоцал, но он лазит туда, куда мы хотим. Субтитры сделал DimaTorzok У нас был некрасный осенький проводочек. На нем наконечник черный. А, эта фишка означает, что тебе это минус? Да. Такие люди, как я, поймут, кто есть кто. Ну, то есть есть классификация, градация. Такой провод, что означает? Желтый, красный, синий, черный, зеленый, оранжевый. Зеленый, значит, экологичный. Эко. Эко провод. Кому лучше. Ну, прикольно. Это параноик, простите. Вот мы сжигалочкой подожгли этот пластик. Видите, он плавится немножечко, но не горючий абсолютно. И мало того, что он, Денис, еще и саморезы держит, он по 10 раз туда закручивает, выкручивает. И все нормально. Классный материал и работать удобно. Блин, ну прикольненько все вот эти фишечки. Какие-то там термоусадочки, какие-то эти самые... Сверху вот эта змеяная кожа, еще что-то. Подключаем все, проверяем, что все работает. Слушайте, там... Так, убавь звук. Вот оно. Вот оно, родное. Ну что, друзья, четвертый день подходит к концу. Я не знаю, виден ли свет в конце туннеля, но сегодня мы столкнулись с проблемой. Все собрали, идут наводки. Не, это пиздец. Еб***ь! Это мягко сказано. Долго не могли понять, в чем дело. Денис там что-то пересобирал, переподключал, пробовал. Сначала решили, что усилитель. Пробовали какие-то вешать на него фильтр питания, какие-то шумодалы вешали. Короче говоря, долго очень провозились. Потом решили, что дело в ауре, то есть в процессоре, в ДСП. Разобрали обратно, вытащили экран, достали ДСП. Положили рядом с усилителем в ноги, где точно ничего не может быть. Все подключили. Опять то же самое, из всех динамиков фонит. В общем, долго думали. Потом Денис сообразил, что дело в земляной петле. Потому что питание, ну, минус масса, на усилитель и на ДСП были взяты с разных мест. Вот сейчас опять будем пересобирать всю конфигурацию. Будем брать сейчас с одного места минус. Я очень надеюсь, что мы сегодня закончим, потому что времени, друзья, 7 часов вечера уже. И настройку сегодня мы уже точно не сделаем. Поэтому, видите, у меня в еще одной кофточке. Времени пол-одинства. В завершении ко всему у нас еще и аура приказала долго жить. И почему-то перестала запускаться вообще. Поэтому мы сейчас возвращаем в штатную схему, не полностью, без ВЧ. Ну, потому что я ездил до вторника, потому что у меня пятница. Ну, уже почти суббота. Хоть с какой-то музыкой. И во вторник мы продолжим заниматься этим вопросом дальше. Что мы пытались сделать? Мы пытались сделать бюджетное решение. Потому что аура стоит 4 тысячи рублей с копейками, да? Ну и плюс два усилителя, которые Денис сам собрал. Ну и еще там, может быть, тысяча 4-5, да? Это все вышло. Но, как показала практика, бюджетное кастомное решение подразумевает вот собой большое количество человека часов, то есть трудозатрат. И вообще, короче говоря, все уже устали, от этого решили мы отказаться и воспользоваться все-таки тем, что предлагает рынок. А рынок нам предлагает следующее. Купили за 17 тысяч рублей вот такой вот ДСП-процессор с усилителем сразу. Здесь 8 каналов. Каждый канал по 40 Вт. Ну и, в общем-то, размер он небольшой. То есть, в теории, он должен по торпеду нам поместиться. А GBL все будет максимально штатное решение. А главное, максимально быстрое и простое. Чего я, собственно, изначально и хотел. Но, так как нам-то надо всего 6 каналов, то есть получается, что у меня еще два канала остаются свободными. Если я когда-нибудь все-таки захочу себе в Бунг Тинс нормальный бас поставить в багажник в виде сабвуфера, то, пожалуйста, можно задействовать оставшийся канал. Ну, вернее, даже два. Ну, что, как здесь, говорит, не завелось. не завелось, значит, не фонит. Не фонит уже хорошо, значит, все настроим. Вот, подключили компьютер, пытались подключить маг, не подключается. Нашли вот этого динозавра древнего монстра где-то в кладовке. Вот, и все нормально, подключился, осталось все настроить и будет красота. Столько времени парились, да, делали вот этот кастомный усилитель, пытались как-то сэкономить на компонентах. Оказывается, вот, пожалуйста, готовое решение. Залезает замечательно под торпеду. Жалко, что джебель из России ушли. Поэтому не факт, что если вы захотите именно такой купить, то получится, но какой-то купить получится. Не джебель, значит, что-то другое. Надо смотреть. Вариантов много. Есть мачете, например. Ну, вот. Я, правда, не знаю, как он размером, но, опять же, нужно смотреть характеристики. Надеюсь, я буду доволен. Осталось только все настроить, дождаться Дениса, потому что здесь нужен уже слух. Мы это самое, Вячеславу-то не представили. Для тех, кто не смотрел наше сравнение, в общем, и все, что я говорил в начале про Октавию, где как раз-таки был DSP-процессор, и где мне понравилось, что можно понимать, откуда идет звук конкретно, где есть задержки. Вот, собственно, у Октавии мы с ним снимали видео в его машине, и вот я пытаюсь сделать так же, только пока что без Саба и совсем с другие деньги. Мы тогда общались, я рассказывал, да, вот теперь я хочу, чтобы, как у тебя, я понимал, откуда звук идет. Ну, и заодно здесь усилок чуть мощнее. Начнешь немного, это, примыкнув, ты начнешь просто-напросто вслушиваться в детали, откуда, как бы, там, нота звучит, откуда голос, какое послезвучие у какого инструмента. Вот это все, дальше тебя втянет, и ты начнешь дальше перебирать железо. Ну, пока что такая задача не стоит, пока все просто. Ну, вот я вот услышал что-то новенькое у тебя, я понял. Понял, как это работает, понял, что, да, это интересно, я хочу, и вот. У меня прямо отсюда откуда-то звук идет. Настально. Туда, ну тут, 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 тут. Слушайте, ну че я могу сказать? Охрененно. Вот просто охрененно. Единственное, что может быть мне баса больше хотелось бы, я может быть даже все-таки подумаю насчет саба. Ну, блин, все играет, во-первых, появилась стена, она вся вот здесь впереди. Играет с ломового стекла на меня ни откуда, ни отсюда, ни с динамиков, ни сзади там, ни откуда. Оно все вот передо мной, все разбросано, то оттуда, то оттуда, в зависимости от всего. Офигеть, вообще по-другому. Вот это круто. Сабвуфер поставить? Ну я пока без поеду. Ну, блин, клево. Я, знаешь, что, насчет баса тоже ожидал, что он сзади будет играть. Короче, вообще все, блин, вот как это, это как магия, то есть оно играет откуда-то с района лобового, ну и в зависимости от распределяется. Офигеть. Просто круто. Я вот, блин, я доволен. Ну еще чуть-чуть, я скачу сабвуфер, блин, я так от него открещался. Я все понял, это очень круто, мне очень нравится. Все, я буду ездить, кайфовать, а потом подумаю, может быть, до сабвы я и дойду, потому что, блин, ну это совершенно по-новому, конечно. Слушай, ну охрененно. Вот реально охрененно. Я рискую заболеть автозвуком. Что, друзья, я в восторге, но как мне объяснили ребята-специалисты, они говорят, что, Жень, ну есть еще нюансы, которые заключаются в том, что мы же изначально делали кастом, поэтому у нас тут преобразователь. Соответственно, у нас вход на процеусь, так его назовем, на GBL, идет со слабым сигналом, вот, а нужно заводить с сильным сигналом, потому что есть какие-то искажения. Опять же, ну сегодня просто уже шестой день, мы уже там несколько уставшие, у нас не вырезанные кроссоверы, да, их, соответственно, надо напрямую заводить, после этого опять все перенастраивать, и тогда говорят, что даже вот эта вот компоновка, которая у нас есть, заиграет прям сильно лучше, поэтому я в восторге, специалисты говорят, Женя, нужно еще немножечко доработать. Но, тем не менее, я думаю, что тема видео раскрыта, все наши мучения и в конце радости мы вам показали, поэтому, надеюсь, видео было интересно, надеюсь, было полезно. С вами был Евгений Соловьев, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok